Когда-то им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку. В итоге жильцам на улице Гущина приходится бороться, чтобы здесь не выросла десятиэтажка. Да, на таком небольшом участке. Спустя несколько месяцев войны с застройщиком жители получили поддержку градостроительной инспекции. Ведомство вынесло предписание, чтобы регионстрой заморозил стройку. Везде разместили, но застройщик официально это не получил. Поэтому, раз у них нет предписаний, стройка будет возобновляться. А с нашей стороны, мы как бы жители общими силами собрали деньги и сделали экспертизу. Экспертиза у нас готова. По экспертизе также здесь очень много нарушений. Нет бумаги, а значит 31 мая здесь начнутся работы. И это несмотря на независимую экспертизу. Жителям непонятно, каким образом застройщик вообще получил разрешение на строительство. Ведь между домами будет расстояние всего метров 15. Мало того, уже построенные здания могут не перенести стройку. Дома уже пошли в трещину, в них лопаются трубы. Все, готовься к тюрьме. Вечная стена. Ну, это на самом деле так. Без солнца и вообще, как здесь жить? Мизер. И то хотят какую-то лабуду нам поставить. Это как так можно? У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. Люди намерены судиться, а в мэрии, как нам сообщили, готовы в ближайшие дни рассмотреть несколько вариантов развития событий. Кстати, в градостроительной инспекции края недавно уже озвучивали свои версии. Либо разрешение вообще отзовут, либо чиновники оспорят предписание, либо застройщик исправит выявленные нарушения. Но, скорее всего, сделать это будет проблематично. Так что, появится ли здесь подъемный кран и опустят ли жители руки, еще неизвестно. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.